Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс. И на этой неделе в Диаспоре читали недельный раздел под названием Пинхаз, очень интересный. А в Израиле, который идет с опережением, читали раздел Матод. Но на следующей неделе благополучно Диаспора догоняет Израиль, потому что в Израиле будет читаться глава Масей, а в Диаспоре сразу две главы – Матод и Масей. Я помню, мне рассказывал мой учитель 40 лет назад, что как бы ни шло к 9 авгу, вот так вот он сказал одинаково. И тут главы, то есть всегда на 9 авгу выпадает на неделю, на субботу в неделю, которая выпадает 9 авгу, выпадает одна и та же недельная глава, недельный раздел. Так вот, по этой причине, по этой причине, я хочу вам напомнить, что наш курс с Божьей помощью идет уже, слава Богу, третий год, уже у нас третий цикл. И в первом цикле из недельного раздела, обычно там бывает, как правило, 3-5 параграфов, я выбирал параграф, который интересен с точки зрения ибрита, с точки зрения грамматики. На второй год я брал уже из оставшегося то, что мне казалось более интересным с точки зрения состава слов. И на третий год я просто подвожу итоги, то, что осталось, мы читаем. Поэтому в недельной главе Пенхаза там есть много интересного, но осталось нам один единственный параграф, который не особо интересен ни с точки зрения содержания, хотя там есть много интересных комментариев Раши, ни с точки зрения грамматики, хотя и в этом отношении тоже кое-что есть. Здравствуйте, Анна. Я говорю сейчас о параграфе под номером 26. Большую его часть, параграф довольно длинный, составляет перечень имен. И кроме того, там есть еще числительные, и то, и другое мы разбирали. Вот интересный комментарий мы разбирали отдельно из 26 главы, кажется, два года назад. Я попробую вам его показать. Не всегда мне удается потом вернуться к демонстрации. Анна, на всякий случай, если у меня не получится вернуться к демонстрации экрана, я очень надеюсь, что вы нам поможете. Так, нет, получается, получается. Так, получается демонстрация экрана. Вот я хотел вам показать, ну вот, пожалуй, отсюда. Вот, вот этот комментарий Раши, давайте сейчас разберем. Раши говорит о том, что при перечислении семейств, да, называет Всевышний в Торе название, имя родоначальника, а потом отдельно название его семейства. Например, от Ханоха семейства Ханохи. И говорит Раши, что тем самым Всевышний добавляет свое имя. Имя из двух букв, из буквы Юд и Гэй, да, добавляет он к каждому из имен. Например, добавив Юд и Гэй к слову Ханох, получает он название семейства Га-Ханохи. То есть Гэй в начале и Юд в конце. Тем самым Всевышний показывает, что он свидетельствует о том, что евреи действительно происходили от своих родоначальников. Народы мира насмехались над евреями, говоря, как могут они определять свое родословное поколение. Неужели они думают, что египтяне Мицерин не имели власти над их матерями? Раз властвовали они над ними, то тем более над их женами. И поэтому Всевышний свидетельствует именно о родословной. Вот это мы немножко рассмотрели два года назад. А сейчас мы посмотрим, что у нас осталось от этой недельной главы. И поскольку в следующий раз через неделю, с Божьей помощью, в диаспоре читают две недельные главы, а это около, по-моему, восьми параграфов, мы сегодня, наверное, начнем то, что касается главы Матод, и рассмотрим один параграф как бы вперед. То есть то, что читается в диаспоре на этой неделе, вот уже сейчас, в пятницу, извините, в субботу в Минха начали читать, и в понедельник, и в четверг Шахарит будут читать первые суки недельной главы Матод. Так, сейчас минутку. Это Матод, я хотел показать вам, но где же он? Сейчас я попробую найти, да? Пенхас. Я хотел найти Пенхас. Так, где же он, Пенхас? Так, его просто не видно, наверное, но он есть. Вот так. Вот так, да? Так, значит, напоминаю вам, что в главе Пенхас, кроме всего прочего, в конце этой главы, идет перечисление праздников, точнее, говорится о жертве таммид, постоянном жертвоприношении в храме на каждый день, потом о дополнительном жертвоприношении, которое называлось Мусаф в субботу, потом уже дополнительном жертвоприношении Мусаф в Рош-Одыш, а потом перечитайте все праздники. И именно из главы Пенхас мы берем добавление в молитву Мусаф данного дня, и из главы Пенхас мы берем чтение Туры вот по этим Аказиям Рош-Одыш в празднике и так далее. Так, чудесно. Итак, вот сейчас я выделил шрифтом то, что мы будем читать, и давайте посмотрим. Посмотрим то, что не относится к именам, а имена мы просто просмотрим. Но, собственно, этот материал есть, как вы знаете, он в файле стоит в нашей группе в Телеграм. И было после эпидемии. Заметьте, что Магифа, тот же корень, что Нагиф, так называется, пандемия короны, вот это так называемая фраза внутри фразы. Как бы здесь прерывается мысль, и говорится, начинается новый послуг. И сказал Всевышний Моисею и Эл-Азару, сыну Аарона Коэну, говорят. Так, Анна, вы с нами? Читайте нам, пожалуйста, бет. Да, аллоу. Ага, да, вижу. Так, Анна, вы с нами? Да, я здесь. Ага, да, слушаем вас. Так. Бет? Так, бет. Сэу, сэу, это рож, коль ададбны Исраэль, ми бэн эсримшана, в мала, левейт, левейт, а вот. Коль ютетцева, в Исраэль. Сэу, поднимите, поднимите, глав общин Израиля от, сейчас скажу, от среди сынов Израиля, от Шана Мала, от 20 лет, от 20 лет и старше, по домам их отцов, всех идущих на войну, выходящих на войну в Исраэле. В Исраэле, то есть в еврейском городе. Да, совершенно верно. Сэу Этрош, буквально подними голову, имеется в виду пересчитать, то есть это как бы перепись населения. Да, верно. Так, Тимофея попросим гиммел. Вайдабер муше в эль-Азара коэн, оттам, ба арвот Муав, аль-Ёрвен, ирихо, аль-Мор. И говорили, муше и эль-Азар коэн, им, пусть в степях Муава, около Ирихо, около Йордэна, да, Ирихо, говоря. Говоря. Да, спасибо, правильно. Аравот от слова арава, так называется, и конкретная низменность, и вообще степь. Да, только маленькое вот замечание, Вайдабер, и говорили, говорили, о там имеется в виду, наверное, вот эти слова, то есть слова, сказанные Моисеем. Да. Спасибо, спасибо. Так, Людмила, вы с нами, вы прочитаете нам, да? Да. Моисеем. 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 От сына, от 20 лет и выше, как приказал Всевышний, Моисеем, и сына Израиля, и сынам Израиля, и сынам Израиля, в виде, вышедшим, айотский. Вышедшим из страны египетской. Из страны египетской, да, совершенно верно. Так, Людмила сказала грамматически правильно. Дело в том, что перед буквой Мем, в общем, перед всеми губными, то есть Бет, Вав, Мем, Пей, и перед Шва, союз соединительный В, принимает форму У. А я У сказала, да? Моше ве Аарон, но Аарон у Моше. Но есть одно исключение. В Танахе, во всяком случае, когда Вав имеет огласовку Камац, да, то он остается, он остается Вавом. То есть Ва Мала, это, в общем, сейчас так не должны говорить, но все равно говорят, к сожалению. Вот эта ошибка даже не считается. Да, все правильно. Спасибо. Я сказала, как написано, да, Ва Мала? Неважно, мне показалось, что просто У Мала, как это вроде должно было быть. Правильно, Ва Мала, да? Ну, написано Ва Мала. А сейчас, поскольку мы говорим все-таки не танахическим ивритам, а разговорным, должно быть У Мала. Так, хорошо. Дальше я прочитаю первую фразу, чтобы понять, как строится, и даже несколько фраз, как идет перечисление. Ровен, Бехор Исраэль, бне Ровен, ханух, мишпахат Аханухи, лефал у мишпахат Аханухи, Ровен, первенец Израэля, цине Ровена, ханух, семья Аханухова, фал у семейства Аханухова, лахецрон, мишпахат Ахецрони, лекарм и мишпахат Аханухи, перечисляются имена и семейства, а потом говорится, что было их исчисление, это три и сорок тысяч, это сорок три тысячи, и семьсот тридцать человек. Тот, кто изучает числительные, тот, кто выучил уже их, может проверить себя вот на этом большом отрывке, где перечисляются все колена и все семьи. Ну, давайте пока пропустим их и за счет этого, за счет экономии времени, почитаем из главы Матод. Вот, а я попрошу, ну, наверное, слово снова Анны, прочитать с самых гиммел, и мы закончим с самых гей. Да, прошу вас, Анна. То, что на экране. Так, вот. Вот исчисленные Моше и Элиазар и Элиазаром Акоином, которые исчисляли сынов Израиля, и пях Моава у Ердена, ну, как бы, у Ердена и около Ерехона. Так вот, где-то напротив. Да, 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 спасибо. Все так. Интересные выводы можно сделать, и, собственно, Раша об этом тоже пишет, сравнивая перепись, сделанную в начале, после выхода из Египта Моисеем и Аароном. И вот эту перепись, сравнивая количество, сравнивая название семейств, и сопоставляя это с историями, рассказанными, в частности, в последних недельных разделах. Так, спасибо, Анна. Теперь, Тимофей, самых далят. Самых далят. И среди этих не было человека из исчисленных Моше и Аароном Коином, которых исчислили сыновей Израиля в пустыне Синай. Да, совершенно верно. За эти 40 лет умерли все те, кому было 20 лет и более на момент первого исчисления. Да, и сейчас исчислены их потомки, их сыновья, а может быть и внуки, те, которые достигли 20-летнего возраста. Ну, в принципе, внуки, да, могут быть. За это время, за 40 лет похода по пустыне. Теперь, да, все до поколения вымерло, но мы читаем самых. Людмила, прошу вас. И Амара Шем Лагем Мот Ямуту Мот Ямуту Умрут в пустыне и не... Но так как Ниш-Ар не останется... И не останется из них человек, ни одного... Ни одного человека. Ки-Им мы переводим как кроме как. Кроме Калева, сына Яфуна, и Егошевого сына Нуна. Да, совершенно верно. Так оно и было. Вот мы прочитали, правда, перескочив центральную часть, параграф Кав Бав, то есть 26-й, из недельной главы Пинха, с которой читали в диаспоре прошлую субботу вчера. А сейчас давайте перейдем к главе, которая называется Мотот, который читают на этой неделе. Из главы Мотот я выбрал 31-й параграф. С вашего позволения. Я начну. Так, у нас присутствует Анна, Тимофей, Людмила и я, да, в таком посещенном составе мы сегодня работаем, да? Никого не пропустил? Итак, И сказал Бог Моисееву следующее. Некама – это мщение. А отмсти мщение сынов Израиля от медиан. То есть присоединишься ты, присоркупишься ты к народу твоему. То есть Моисеев дается последнее задание. И он, конечно, имел возможность хитрить, оттянуть исполнение этого задания, дабы добавить себе немножко жизни, но Моисей так не сделал. А что же дальше произошло? Гимон прочитает нам Анна. Анна? Да. Я вам скажу, что халуцим – это первый проход. Ну, получается, разуватель, что-то разувание есть. Разувание халюца. Халюца, да. Да. Пойдите, соберитесь, пойдите, соберите людей на войну и пойдут людей на войну для войны и будут они, как бы, чтобы они были на медиан, дать совершить обмщение, совершить обмщение Всевышнего над медианом. Медианом, да. Заметьте, что Бог говорит не кмат бне Исраэль, то есть обмщение сынов Израиля, но Моше говорит обмщение Всевышнего. Так. Так, хорошо, спасибо. Тимофей Далет, прошу вас. Далет. Тысяча от колена для всех колен Израиля от всех колен Израиля пошлете на войну. Да, да. В войско, точнее, цова. Ну, в войско, да. Спасибо. Во и массу Моше Да, прошу вас за дни лаги. Да. И массу Моше Исраэль Элев Ламате Шнэм Шнэм Асар Элев Хульцэй Цава. Хульцэй Цава. Ага. Во и массу это буквально и были переданы. Это пассив не в Альп, да. И были переданы. Моше Исраэль от тысяч Израэль буквально от тысяч было передано до передано Элев Ламате. Толена. Да, вот таким анатомическим термином мы передаем по-русски то, что на английском называется Траймс Я не так хорошо английский знаю, можно на русский? Ну, по-русски это называется колено, как ни странно. Тысячу от колена Элев Ламате Шнэйм Асар Элев 12 тысяч Халуцэй но тут можно сказать идущих впереди. Да? На И послал их Моисей тысячу от колена в войско их и Пинха со сына Элазара Коэна в войско а также Клей Хакодеш священные сосуды Хацацрот мы знаем что это трубы медные трубы о которых было дано ему отдельное повеление Хацацрот Труа трубы трубления буквально словом Труа называется один из звуков которые нам надо услышать в Рошашана там есть Ткия Труа и Шварим и Труа вот и вот эти вот священные предметы и Трубы трубления в руке его Так Зайн прошу вас Анна Да Так Зайн Да-да В СВУ Альмедиянка 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 То есть Образовать войско Спасибо, Тимофей Хэт, пожалуйста Альмедиян 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 Бет-бет-бет-бет-бет-бет-бет-э-ор-ар-гул-бе-хурэф Да, совершенно верно. Тут пять имен собственных, которые мы не переводим. Да. И царей Медзьяна убили. Аль-Халалейхем, а Халаль, знаете, да? Буквально на трупы. Есть объяснение Раши. То есть буквально царей убили и пали они на тела своих солдат. А Халаль имеется в виду убитый на войне. Этот термин и сейчас используется. Итак, да? Так кого же они убили? Эви, Рекем, Сур, Хур, Рева, пять царей Медзьяна и Билам, сын Бера, были убиты мечом. И Билама, в Эд Билам, да сын Бера, Харгу убили они мечом. Да? Да, верно. Да, все правильно. Убили мечом. Хареф, Хареф. Да, Людмила, прошу вас. Спасибо. В Эд Коль Микнехэм, В Эд Коль Халам, Ба Зазу. Ба Зазу. Ба Зазу. Ба Зазу. Ба Зазу. Ба Зазу, да. Это в плен брать, да? Да, Шеви, Шеви, это плен. Кинок Шеви, Ба Зазу. Плененный ребенок, да? Сына Израиля. Да, кого они взяли? И взяли сынов Израиля. Нет, взяли сына Израиля кого? Да, сыны Израиля, жен Медьян, Тапам, это младенцы. Младенцы. Да. И весь крупный и мелкий скот. А, и прочее. Весь скот и все. Все имущество, наверное, Микнехэм. Да. Микнехэм, это скота, да. Так, Хайл имеется в виду, да. Это не только солдаты, но это и все имущество, да? Наверное, так, да? Кто-то может заглянуть в переводство мнения и отвлекаться. Так, а вот слово Базазу означает буквально грабили. То есть, как это называется? Для вас разграбление, ну, без отрицательной коннотации, как называется это? Взять? Ну, трофеи, ну, трофеи здесь. О, трофеи, да. Совершенно. Там 4 слова приводятся для обозначения трофеев, и Раша приводит конкретность, чтобы его... Мы сейчас отрубили. К чему относятся? Да. Еще добыча. Открыто мы будем рады, что вы посчитаете, да? Значит, слово Ваз, Баз, слово Малко, которое нам сейчас встретится. Еще что? Шалаль и... Шалаль и Шви, ну, Шви пленные. Пленники. Ага, Шеви – это пленники. Пленники, да. Так, спасибо. У нас есть новый участник. Бен Вацлав, да? Антонио. Вы, если есть желание почитать, и если есть желание перевести, мы увидим это по включенному микрофону. Да, пожалуйста, если хотите участвовать, будем рады. Я почитаю, послежу за текстом, пока не настолько. Спасибо. Пока. Хорошо, хорошо. Тогда я продолжаю. Тогда я продолжаю с Юда и читаю вот что. И все города их, бе-мош-вот-там, мошав – это буквально место, где место обитания, по всем местам обитания их, и все тиро-там. Я забыл, что такое тира. То ли возвышенность, то ли замок. Если несложно, посмотрите, пожалуйста, в словаре. Может, тут написано лагерь, там, военный лагерь, что ли. А, военный лагерь. Какие-то твердыни пишут. Интересно. Так, сожгли огнем. Сожгли огнем, да. Так, Анна, спасибо. Давайте, Юль Алиф, прошу вас. Замок. Замок. Тира, тира – это замок. Простите, не расслышал. Тира – это замок. А сейчас как начинай. Тира, тира – это замок. Замок. Ну, почему бы не быть замком. Ирис, да. У меня поселение переводится. Да, ну, Ирис пишет замок. Поселение, скорее, может, от Ирис. Ирис же – он современный словарь. Да, может быть, может быть. У меня переводится, что же пишут. Военные поселения, военный лагерь. Военный лагерь. Понятно, понятно. Ну, резонно, раз они шли войной, то и лагерь был военный, да. Так, Анна, прошу вас, Юльбет. Так. Да, верно. Доставили, привели к Маше и Элазару. И Элазару. И общение сынов Израиля, пленных. И захваченное ими. Ну, вот Раша пишет, что малькоах – это одушевленная военная добыча людей. И скот. И, значит, шалаль – это одежда и украшения. И к этому самому, к лагерю. Там, да. Там, который в мавских степях, который при Ярдене напротив Иерихонском. В Иерихонском, совершенно верно. Слово «малкоах» легко образуется, слово «лаках» взять. То есть то, что было взято. А Ют-Алев же не прочитали. Почему-то на Ют-Бет. Ют-Алев. А, да. Мы проскочили правильно. Вот это. Извини. И среди людей, и среди скота. И привели, как нам сейчас Анна перевела, привели все это куда? В Маханевстан. Теперь Ют-Гимел попросим Тимофея, да? Да. И вышли Маше и Эл-Азар Коэн, и все князья общины встретить их наружу лагеря. То есть вне стана, да, встретить их. Так. Да, верно. Так, Людмила Ют-Даля, спасибо, Тимофей. В Икцов Маше Альп Кудэй Хэхал. Ахайин. Ага. А сары Алафим. Вэ сары Хамэот. Хабайим. Митсва. Митсва. Хамил Хама. И разгневался Маше на главы войск. Военачальников, да, верно. Пекудэй, пекамандиров войск. То есть сары Галафим начальников тысяч. Тысячи и начальников сотен привел. Которые, Абаим, которые пришли, приходят. Митсва. Амил Сама. Из ведения войны. Значит, Сава это войско, Мил Хама это война. Из военного войска. Да. Да, верно. Воинского ополчения. Пусть будет так. Да, согласен. Согласен. Тет вау. Так. И сказал им Моисей. Вот это слово. Конечно же, слово хай. Хай это живой. То есть оставили бы в живых всех женщин. Да, вот так. Почему именно женщин следовало истребить. Сейчас мы узнаем. Это читает нам Анна Киланае. Килая Э. Тетзайн, прошу вас. Так. Гэн, гэна, гайю, ливней Исраэль, бидвар билам, лимэсар, лимэсар, мааль, башем, альдвар пэор, бэтэйгі, амэгефа, бэ адад, ашем. Да. Они, как бы, вот они были против... Они были для сынов Израиля, сынам Израиля. Бидвар билам. Слово, видимо, какое-то пропущенное слово. Возможно, что-то типа искушали они сынов Израиля по слову билама. Ну, подстрекали, как бы, они сынов Израиля по совету билама, чтобы они изменили мусар, ну, чтобы типа изменили они Всевышнему ради вот этого самого пэора. И была эпидемия в общине Всевышнего. Именно так. Спасибо. Правильно. Что означает слово мааль? Маала – это использование святого... Мать подняться, получается. Нет, 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 тут немножко другое значение. Значение использования, ну, например, святынь в будничных целях. Даже если никакой порчи не происходит. Профанация? Профанация, совершенно верно, да. То есть, что они сделали, эти женщины, в чем они виновны? В том, что отвернулись от Всевышнего, как бы профанировали его, да, по делу пэора, то есть бога этих самых меденитян, точнее меденитянок. Так, да, увы, вот такая грустная история, грустная страница нашей истории, но дальше Юдзайн почитает нам Будмила. Анна, спасибо. По-моему, я сейчас... А, Тимофей 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 Тимофей, извините, извините, я все прибыл. Да, ничего. Юдзайн. Вата, грыгу, коль, захар, батаф, вахолиша, йодаатиш, лемешкав, захар, горгу. Горгу. И теперь убейте всякого мужчину, младенца, и всякого мужского полоснадебного, йодаатиш. Да, всякую женщину, знающую мужа. Да, ле-жаня, захар, да, возбежание мужского. Да, убейте, горгу, да, 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 но всякую женщину, познавшую, познавшую мужчину. Да, так, правильно. Вот теперь Людмила Ютет. А всякого младенца среди женщин, которую, ой, опять прыгнула, которую не знала, которая не знала лежание. Мужского пола оставьте среди вас. Живых лахем, для вас, для вас. А, для вас. Да, сохраните им жизнь, для вас, да, верно. Так, спасибо Людмила Ютет. А вы, это императив, то есть остановитесь стана, то есть тахана. Ну, оставайтесь буквально. Мехусла махана, вне стана, да, к кому это относится. Шиват ямим, семь дней. Каждый орег нефеш, каждый убивший человека. Выхоль ногея бахалал. И каждый прикоснувшийся к трупу. Тит хату, хоть это и от слова хет, здесь перевод очиститесь. Бейома швиши в день третий. Уйома швии в день седьмой. Вы и даже швихем. И ваши пленные. Вот это что-то новое, но есть объяснение у Раши, да. Что это имеется в виду тит хату? Очищение от нечистоты мертвого тела, которое предполагает крапление специальной водой, да, в третий день и в седьмой день, как тут вот сказано. Так, Вехоль Каф читает Анна, да? Да. Прошу вас. Так, Каф. Вехоль бегит, Вехоль клиор, Вехоль маасэ и дим, Вехоль клиэс, Тит хатау. Тит хатау, да, верно. Вы и все, всякие одежды, и всякий сосуд, получается, кожаный, ну, всякие изделия из кожи, и всякие изделия из козьей шерсти. И вот интересное такое урожение, всякое изделие из им, козье. Всякое из дерева. Перевод обычно дается из козьей шерсти, но имеется в виду из... И из рогов, и из копыт. Ну, например, шофар. Да, и всякие деревянные изделия, сосуды. И, ну вот, очистите Тит хатау. Очистите. Да. Так, Рафлева, похоже, отвалился. Сейчас подождем. 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 Нету и тут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...